Привет, друзья! Сегодня короткие, но тем не менее интересные новости. Ульяновский автомобильный завод совместно с партнерской компанией Luxform разработал очередную модификацию буханки. По словам представителей компании, изначально Кемпер создавался под запросы европейских клиентов, в частности покупателей из Германии. Однако теперь автомобиль доступен и в России, причем его можно сделать как на базе новой буханки, так и поддержанной. Конечно, новую буханку назвать можно разве что с большой натяжкой, однако доработки, которым она подвергла, сделали ее действительно любопытной. Мы уже пытаемся связаться с компаниями для того, чтобы сделать для вас полноценный обзор автомобиля, потому что упустить такую новость мы не можем. Ульяновцы фактически создали первый российский Кемпер-внедорожник, но в период карантина все достаточно проблематично. Новый полноприводный УАЗ с домом на колесах будет стоить примерно от 2,5 миллионов рублей. А прокачать старую буханку можно будет комплектом оборудования, стоимость которого начинается от 500 тысяч. Превращение автомобиля в дом на колесах начинается с установки подъемной крыши из армированного стеклопластика, оснащенной амортизаторами и фиксаторами. В результате высота салона с поднятым верхом увеличивается до 2 метров, а высота самого Кемпера составляет 2 метра 710 миллиметров. Для сохранения жесткости кузова устанавливается алюминиевая рама, усиливающая проем. На верхнем уровне располагается двуспальная кровать. А еще одно спальное место образуется внизу путем раскладывания пары секций, прикрепленных к боковым стенкам кузова, и складывания спинок двух пассажирских кресел. В салоне также имеется платяной шкаф, комплект модульной мебели из ламинированной пластиком фанеры, полностью оборудованная кухня со встроенной раковиной и смесителем, холодильник, 20-литровые баки для воды, столешница для портативной плиты и выдвижные столики. В модификации Байкал предусмотрена установка лифт-комплекта кузова, пневмоэлементов для изменения дорожного просвета и регулировки жесткости подвески. А как вам понравится дополнительная крыша с подъемным механизмом, превращающая автомобиль в комфортабельный дом? Дополнительное пространство, два яруса, кровати, мебель, кухня, раковина, холодильник, да что там говорить, если в салоне есть даже биотуалет. Вот уж действительно чудо техники, но как известно, за удовольствие надо платить. Стоимость доработок стартует от 500 тысяч рублей и до бесконечности, все зависит от предпочтений клиента и размера его кошелька. Вопрос только один. Кто готов отдать за новую версию почти 3 миллиона рублей? Я думаю, таких найдется совсем немного. Ну а что вы думаете по поводу таких креативных изменений? Пишите ваше мнение в комментариях, будем обсуждать вместе. На сегодня это все новости. Ставь лайк, если понравилось видео и делись им с друзьями. Впереди много интересного. С вами был автомобильный канал ProAuto. До скорых встреч.